Благотворительный фонд Эти проекты позволяют фонду сопровождать подопечных и после того, как они вырастут 15 лет, ну вроде всего 15 лет А когда мы начинаем верстать, что же с нами было пройдено Сколько программ нами открыто реализовано Сколько деток мы отправили на лечение, на реабилитацию Сколько средств ТСР закупили Я понимаю, это же очень много Мы сотрудничаем почти со всеми организациями города Сургута Которые осуществляют концертную деятельность Нам всегда идут навстречу, помогают, предоставляют бесплатные билеты, приглашения на мероприятия Конечно, это для детей и родителей своевразная отдушка Они приходят, отдыхают Дети получают колоссальное удовольствие, позитивные эмоции Покачевская городская больница впервые решила выставить своего кандидата Для участия во всероссийском конкурсе профессионального мастерства Это касается номинации лучший специалист со средним медицинским образованием Право побороться за звание получила старшая акушерка Светлана Казакова Она работает на этом посту более 20 лет За эти годы помогла появиться на свет тысячам покачевских малышей Сейчас акушерка отвечает за подготовку документов Проверяет соблюдение всех правил, контролирует выдачу лекарств Еще с детства я лечила дома кукол, делала им уколы Слушала им легкие, сердце И поэтому я стала, наверное, акушеркой Это, наверное, было мое призвание Именно она 17 лет назад помогла появиться на свет моей дочери Девочка родилась здоровая И роды прошли успешно И так как от акушерки очень многое зависит Успех родов от ее деятельности, от ее профессионализма И за что я ей очень благодарна В этом году в три раза увеличат количество вакцин против бешенства для диких животных Об этом рассказали ветеринарные службы Югры Речь идет о так называемых оральных вакцинах Небольшие кусочки лакомства привлекательны в первую очередь для плотоядных диких зверей Лисиц, янтовидных собак, волков и так далее Ломтики раскладывают в лесу, где звери их едят А вместе с лакомством в организм попадает вакцина В этом году в лесу оставят 300 тысяч таких доз Такое увеличение связано с ростом количества подтвержденных случаев бешенства С начала года их зафиксировали уже пять По одному в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе И сразу три в Нягоне В прошлом году таких случаев было только два Вместе с тем ветеринары призывают владельцев домашних животных Озаботятся о вакцинации и ревакцинации своих питомцев Отмечу, что прививку от бешенства в Югре делают бесплатно Ее действие рассчитано на один год Кроме того, ветеринары ежегодно идут навстречу владельцам животных Которые не могут привезти питомцев на прививку Мы точно так же пойдем и по даче Вот в прошлом году 3000 собак были привиты от бешенства Именно в рамках этой акции Конечно, мы продолжим эту работу Потому что, еще раз говорю, задача ветеринарной службы В первую очередь, это обеспечение эпизотического благополучия И мы должны стоять барьером И не давать распространению болезней Которые общие для человека и животных В среднем на каждого югорчанина приходится 640 тысяч рублей кредитной задолженности Ведущие программы здесь и сейчас Обсудят с региональными и федеральными экспертами Как собственное благополучие не превратить в долговую кабалу И в чем государство в помощь Своё мнение выскажут судебные приставы, налоговая инспекция, депутаты Госдумы Уполномочен по правам человека Здесь и сейчас смотрите Сегодня на телеканале Югра и мой Сургут в 13.15 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok